51 ДТП с участием детей произошло в Самаре с начала года. В сентябре их количество может увеличиться, прогнозирует инспектор ГИБДД. Традиционный после каникул всплеск. За время отдыха дети отвыкают от интенсивного городского трафика. Правила дорожного движения школьникам напомнили во время профильной смены в одном из оздоровительных лагерей. Антон Вашурин, подробнее. Правила дорожного движения Веронике известны лучше, чем многим взрослым. На пешеходном переходе она точно знает, как себя вести. Машины иногда бывают, не останавливаются, не пропускают и мчатся с бешеной скоростью. Я стою, жду, пока машина пропустит, когда светофор покажет зеленый свет. Чтобы чувствовать себя на дороге еще увереннее, Вероника приехала на профильную смену ЮИД. Примечательно, что в Самаре она проводится впервые. Здесь, как победители конкурсов на знания ПДД, так и те, кто хочет изучить правила лучше. Смена эта длится 10 дней, и смена она проходит у нас впервые. Но я так, как я понимаю, как мы пытаемся донести до детей, это очень важно. Как я сегодня сказал, на линейке не только это все значит знать и изучать, но и в повседневной жизни каждый день это все применять, объяснять, помогать тем, кто не знает. За время каникул дети отвыкают от интенсивности городских дорог. С начала 2017 года произошло 51 ДТП с участием детей, и в сентябре ожидается небольшой всплеск. С учетом того, что дети в основной массе своей были не в городе, и по возвращении все-таки немножко адаптироваться к этому. Я думаю, что эта смена даст эти возможности, и эти знания свои дети понесут дальше в учебные заведения, в школы, то есть расскажут об этом своим друзьям. Система, когда по ведению на дороге детей обучают сверстники, уже доказала свою состоятельность. Многие школьники знают ПДД лучше взрослых благодаря юным инспекторам движения. Поэтому организаторы хотят сделать профильную смену полноценной и провести ее в нескольких лагерях Самарской области. Антон Вашурин, Виктор Соколов. Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова